Вопросы бюджетной политики и наполнение городской казны остаются приоритетными у депутатов городского собрания, вне зависимости от формата проведения пленарных заседаний. Очередное состоялось сегодня в уже традиционном режиме видеоконференции. Были перенесены сроки проведения пленарного заседания на неделю вперед. Почему, выяснил Игорь Гурянов. Действительно, нынешняя пленарка состоялась на неделю раньше традиционных сроков. Вызвано это требованиями законодательства. Глазом не успели моргнуть, а через три месяца истекает срок депутатских полномочий у нынешнего созыва. Мы такое практиковали, ничего страшного нет, недели раньше, недели позже. Дело в том, что вступает в силу законодательство избирательное. Мы должны назначить дату выборов в городское собрание. А это в соответствии с законом должно произойти не ранее, чем за 90 дней, не позднее, чем 80 дней до начала выборов. Кстати, как и пять лет назад, городских депутатов мы будем выбирать 13 сентября. Дата определена. Для кого из народных избранников это будет счастливым числом, а для кого чертовой дюжиной, покажет время. Пока же рабочие вопросы будничной повестки, среди которых традиционно приоритетно бюджетное строительство, социальная защищенность граждан, стратегическое планирование. Среди первых рассмотрен вопрос о стратегическом развитии города на период до 2035 года. Там намечены реперные точки роста, развития Магнитогорска. Несмотря на то, что вот кризис ударил по нам, пока мы выдерживаем эту стратегию, у нас есть положительная динамика. Во всяком случае, все социальные обязательства перед жителями Магнитки город исполняет. Сказанные спикером подтверждают в том числе бюджетные расчеты, показывающие, что в этом году из вышестоящих бюджетов городская казна пополнится на 407 миллионов рублей. Так или иначе, вопросов бюджета касались все первые пять вопросов повестки. Относительно тем хлопотного городского хозяйства, столь же традиционных на пленарных заседаниях, то на этот раз самым подробным образом депутаты рассмотрели, как в городе проходит озеленение. В этом году силами подрядных организаций и ПАО ММК на улицах и скверах Магнитогорска должно появиться 3000 деревьев и 8000 кустарников. Особое внимание обратили и на инициативу снизу, когда жители при помощи волонтерских организаций сами обустраивают зеленью свою малую родину. Не могли депутаты обойти стороной и день голосования по поправкам в Конституцию страны. Задача поставлена, и все депутаты ее отлично понимают. Они должны содействовать в предоставлении возможности всем жителям Магнитки старше 18 лет выразить свое мнение относительно изменений в Конституции. Это во-первых. Во-вторых, очень важно. Мы хотим, чтобы как можно большее число магнитогорцев поддержали, подписались за присвоение Магнитки звания город трудовой доблести. По поводу очень вероятного присвоения Магнитогорску звания город трудовой доблести и славы у многих горожан возникло непонимание. Ведь мы прекрасно помним, как пять лет назад в торжественной обстановке у монумента тыл фронту городским властям был передан позолоченный меч победы и соответствующее постановление о присвоении Магнитогорску звания и далее по тексту. Но дело все в том, что и меч, и постановление принадлежали общественной организации. Она называется Межгосударственный союз городов-героев. В случае, если Магнитке на этот раз будет присвоено звание город трудовой доблести и славы, то оно уже получит официальный государственный статус. Так что 1 июля мы будем не только голосовать за поправки в Конституцию, но и собирать подписи за присвоение Магнитке этого высокого звания. Участки по сбору подписей будут расположены неподалеку от мест голосования. Так что 1 июля день судьбоносный во многих смыслах. Игорь Гурьянов, Олег Карпенко, телекомпания ТВИ.